И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Ну чё, погнали! Нет, мистер, не пропустил и не собираюсь. Как и говорил в самом начале. Так, окей, 50 сделаем громкость, а то совсем ебёт уши. Что такое режим помощи, блядь? Обычный режим Steel Racing задумался достаточно трудным, но в режиме помощи игроки могут просто получать удовольствие от процесса, настроить сложности, ой, нет, нахуй. Погнали. Ого! Какие бубы! Ах, прошу прощения, знаете, я сейчас не в настроении для игр. Бля, всрата выглядит, конечно, игра. Визуальненько. Как долго нас здесь еще продержат? Мы так и будем наблюдать издалека, как полыхает Париж? Чернь бесчинствует. Вот она, цена за потакание народу. Вы не понимаете, Габриэль. Король отправил нас сюда задолго до того, как город подожгли. Он знал, что это случится. Я думаю, мне кажется, он как-то к этому причастен. Да бросьте, король, конечно, склонен ошибаться и временами бывает невыносим. Но до Нерона ему далеко. Тогда почему мы до сих пор не получили никаких вестей? Лесен Фантес, дети. Габриэль, дети. Скоро им ничего не будет угрожать, я уверена. Миссия Клэри о них позаботится. А пока мы хотя бы в безопасности. В безопасности? Да неужели? Где же дворцовые стражи? Мы все еще под защитой. Просто король решил обратиться к другому виду стражей. Стражей или тюремщиков? Они даже из комнаты нас не выпускают, Габриэль. Король лишился рассудка от горя. Сначала милая София, затем наш любимый малыш. Мой бедный ангелочек. Они даже не дали мне попрощаться, хотя бы и на него взглянуть. Невыносимо. Материнское сердце подсказывает мне, что он еще жив. Порой мне кажется, я слышу, как он зовет меня. Мне так страшно. Что вы боитесь, моя королева? Всего. Все вокруг повергает меня в ужас. Гнев короля. Неутомимая армия автоматонов, которые смастерил для него этот месье для его консон. Его советчики-шарлатаны, которые теперь обладают куда большей властью, чем министры. Какая участь постигла моего сына? Какая участь уготована детям, которых Господь пожелал мне забрать? Я не позволю причинить им вред, обещаю. Но как? Неужели вы не видите, что мы племянники? Или пленники, вернее. Но все потеряно. Не все потеряно. Не забывайте, один автоматон настроен не враждебно. Ваша новая защитница. Так, все это здорово, но я забыл ебануть таймер. Поэтому мы сразу отнимаем минут пять, которым мы уже хуярим. Так, материя... Ну, блядь... Окей, стоило мне свернуть и развернуть игру, как она перестала принимать контроллеры. Все. R2-D2, блядь. Нет, не R2-D2, этого чела может сделать. Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте, вот это прикольно выглядит. Господи, какие же всратые были прически, блядь. Как же они уебищно выглядели. Боже мой, блядь. Пиздец. Просто, блядь. Какое же ты, блядь, техно-уебище. Ой, блядь. Ну, что-нибудь такое, либо вот такое. Не знаю. Самое нормальное. Но это какая-то, блядь, ирокезная пизда. Нет, ладно. Короче, похуй то и то говно, нечего выбирать. Нет, нет, это мы не, из-за этого мы не играем. Ну, вот это самое нормальное, наверное, хотя... Давайте вот это, милую няшу, блядь, сделаем. Так, собрание сочинений. Тяжел... Так, защитница. Тяжелое оружие. Особый прием щит. Парализующая граната. Снаряд, который может временно парализовать врага. Защитница использует свою силу, чтобы выдерживать удары врагов и наносить им значительный физический урон. Прочность плюс три. Увеличивает запас здоровья и показатель равновесия. Инженерное дело плюс два. Инженерное дело дает дополнительную броню, а также повышает эффективность негативных алхимических эффектов и шанс найти что-нибудь ценное. Хм, прикольно, кстати. Есть... Солдат. Тяжелое оружие. Особый прием. Дальняя атака. Снаряд, который может вывести врага из равновесия. Разрывная граната. Так, 64 урона. На удивление, щитом пожестче хуярит. Солдат умелый боец. Она может использовать тяжелое оружие и совершать атаки, носящие значительный физический урон. А тут... Ага, понятно. Мощь три. Увеличивает физический урон и ударную силу. Энергия два. Увеличивает запас выносливости и носим врагам критический урон. Танцовщица. Легкое оружие и особый прием щит. Снаряд, который может поджечь врага. Особый прием щит. 52 урона. Танцовщица очень гибкая. Она может проводить быстрые серии атак, чтобы парализовать врагов и нанести критический удар. Ловкость три. Увеличивает физический урон и силу эффекта пролеча. Энергия два. Увеличивает запас выносливости и наносимый врагам критический урон. И алхимик. Легкое оружие и особый прием на несколько секунд напитывается льдом. Пузырек с жидкостью сопротивления алхимии. Жидкость из этого пузырька нейтрализует урон от вражеских алхимических атак. Призыв льда. 45 урона. Алхимик предпочитает стихийное оружие, которое может поджечь врагов, заморозить их или ударить электричеством, а также временно наложить на них негативные алхимические эффекты. Стихийная алхимия. Плюс три. Стихийная алхимия. Увеличивает алхимические уроны и сопротивление. Инженерное дело два. Дает дополнительную броню, а также повышает эффективность негативных алхимических эффектов. Шанс найти что-нибудь ценное. Блядь. Ну, я бы сыграл, наверное, либо за защитницу, либо за алхимика. А алхимика... Алхимик, блядь, звучит интересно. В связи с разными эффектами, блядь. Хотя он типа слабый по урону. Хотя у него дерьмовая жидкость, блядь. Либо солдатом. Бля, хуй знает. Так, ну что, я могу сделать так, чтобы вы выбрали, за кого играть. Хотя здесь участвовать в голосовании будет 50 человек. Ну да ладно. Блин, пока игра, конечно, выглядит дешево, пипец. Всрата прям. Такая же всратая графика была у какой-то игры, в которой я проходил на канале летсплеев. Которая была связана там со всякой хуйней. В каком-то масонском ложе. Но там это была не экшен-игра. Поэтому там это было еще более-менее нормально. А на экшен-игре я даже не знаю, как это будет. А, The Council. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А еще я не скажу, что мне нравится сеттинг, которым сделана игра. Вот сразу с самого начала. Вот это, блядь, ебучая аристократия ебаная французская. Такое пососное время было, вообще неинтересное. С этими париками ебливыми, блядь, и так далее. То есть этот сеттинг мне вообще не нравится. Прям хуйня каккальная, да. Будем надеяться, что игра будет заебись. Алхимик! Блядь, у меня, знаешь, я могу сказать просто свое мнение. До того, как я еще иду к алхимику, я считаю, мне кажется, что это самый хардовый класс из всех четверых. Что он самый, сука, сложный, блядь. Я практически в этом уверен. Это стопроцентное дерьмо. Ну, погнали, блядь. Эта машина, немыслимым образом способная говорить и понимать нашу речь? Какой ужас. Какие же страшные бабы еще были, пиздец. Или это просто тут такие, блин. Почему аристократки были такие стрёмные в основном? Да, но она вам предана, это главное. У них одинаковые ебло, блядь. Если она сумеет покинуть замок, то сможет стать вашими глазами и ушами в Париже. У них одинаковые ебальники, блядь. А если нам повезет и другие автоматы, он и отправится за ней. Только не наделайте глупости, я не могу потерять вас, Гэбриэль. Не сейчас. Кровосмешение. Так у них нет ни дефектов, ничего. Они же просто, блядь, они просто всратые. Мадам. Короля нужно остановить. Блядь, андроид более ебабельный, чем они. На кону судьба королевства. Разыщи Волкансона в его мастерской у дома инвалидов, блядь. Он наверняка знает секрет этих неутомимых автоматонов. И, быть может, что-нибудь о смерти моего сына. Как мне выйти за пределы замка, мадам? Отправляйся к реке, в другом конце парка. Оттуда ты сможешь переправиться на лодке в Париж. Вы хотите, чтобы она нашла Волкансона? В самом деле? Но что, если он повинен во всех этих бедах? Чтобы консон начал, моя дорогая, только он и сможет остановить. Просто у аристократии было круто много жрать, особенно у женщин. Да при чем тут это? У них просто ебальники беспонтовые еще. Так. Прыжок. Рывок требует этого. Прыжок тоже. Это что за хуйня, блядь? Понял. Это я заряжаю. На это требуются определенные заряды. А, и вообще заряды. Блядь, ебать, чат. Я выбрал самый пососный класс. Короче, у нас ограничения. Во-первых, надо, чтобы она заряжалась этой хуйней. А у нас еще есть ограничения. То есть, у этого оружия есть ограниченное количество зарядов, блядь. Понимаете? Блядь, это пиздец. Расходами предмета можно покрепить пояс у быстрого доступа для использования в любой момент. Перейдите в инвентарь, чтобы прикрепить предметы маслем как к поясу. Когда Эгидо была назначена защитницей королевы, она получила этот металлический сосуд с ценным восстанавливающим маслом. Теперь, когда ее питает несчерпаемая энергия, Эгидо может использовать масленку, чтобы устранить повреждения, полученные в бою. Масленка автоматически выполняется при активации и весталки. Так, если применить эту жидкость к автоматону, он некоторое время будет получать алхимический урон. А, не получать. Подобные жидкости необходимы для работы и ремонта солдат Мехармии, были созданы Антуаном Луазье по заказу Королевской Академии Наук. Неустанно трудясь в своей лаборатории в Париже. В парижском арсенале он не подозревал, для каких ужасных целей будет использоваться эта хуйня. Для однократного использования. Блять. Пусть будет сюда. Жетон разбора. С этим жетоном Эгидо может вернуться в последний посещаемый весталки или карете. Жетон многоразовый, но каждое использование расходит всю сущность души. Что-то мне не нравится, как мы быстро, в кавычках, убили первого моба. Как будто мы его убивали очень медленно. Блять, полная хуйня, чат. Блять, реально, алхимик... Ну, я так и думал, что алхимик сучи говно будет. А, починка Эгидо, типа, обязательно? Понятно. Мне кажется, она как-то пососно бегает. Да нет, бегает она, кстати говоря, нормально, с точки зрения, что она все-таки ебаный, блять, андроид. Алхимические негативные эффекты. Как и у врагов, оружие Гидо способен носить алхимический урон огнем ла-ла-ла. При каждой атаке с помощью алхимических капсул. Когда шкала алхимического урона заполняет, срабатывает негативный эффект, который... Блять, так это еще, сука, надо его заполнить. Ледяной негативный эффект замораживает цель на месте. Атакуйте, чтобы Гидо оттаяло быстрее. Огненный негативный эффект поджигает цельность и продолжительный урон. Электрический негативный эффект, но все дополнительные уроны током, скажем, блять, хуэта, пиздец. Ну, я скажу так, тут либо ледяной, либо электрический. Один из самых заебатых. Ну, мы все заебемся морозить, блять, говно, ебаная, блять. Это алхимия, я вам скажу. Поначалу так уж точно, блять. Опаньки. Видите, что там? Надо будет лутануть. Мы даже не успеваем заполнять, чтобы эффект начал работать. То есть, пока я ее пижу, я обычного моба даже не успеваю заполнить, чтобы эффект начал работать. Блять, это полный пасосич, блять. Пиздец. Я ебал, блять. Серьезно, это залупа ебаная, блять. То есть, у меня эффект даже не успевает работать, блять. Понимаете, в чем дело? Перегрев мгновенное охлаждение. Любые действия расходуют вносливость. Когда он заканчивается, где-то перегревается и больше не может таковать, прыгает ла-ла-ла. При перегреве можно произвести мгновенное охлаждение, если вовремя нажатия это восстановит... А еще, блять, очень неудобная анимация. То есть, анимация такая ебаная, что ты не знаешь, когда ты ее можешь прервать, блять. Я сейчас думаю, я могу прервать ее в атаке, но нет, не могу. То есть, по-моему, со второго удара я уже не могу делать у ворот, и так далее. То есть, он, блять, он должен свою медленную анимацию доебашить. Ну-ка. Блять, даже непонятно, как он бьет, блять. То есть, я увернулся, он бьет как-то вот так вот по этой, по оси, блять. Ну ладно. Эссенция малой души. Да, привыкать к этому, конечно, придется какое-то время, ничего не скажешь. Блять, алхимик оказался говном. Я думал, блять, будет какая-то хотя бы интересная ситуация. Но то, что, блять, я не могу даже противнику обычному эффект применить, потому что просто он умирает раньше, блять, чем это вообще говно ебаное. Это прям пизда, хуэта. Я не могу понять, есть ли упреждение, блять. То есть, вот по нему, по его анимации вообще не ясно, когда он, блять, атакует. Какие движения такие, просто даже обычные, размашистые, что как будто, блять, они все, все, блять, для атаки. А можно в верхний угол поставить? Не видно статы, не видно? Какие, блять, статы? Какие, блять, статы слева? А, хп, блять, и этого, а не статы, ёптую мать. Ага, это не разрушается. Понял. Активация висталлах. Активировав висталку, вы создаете контрольную точку, где эгита будет восстанавливана в случае поломки. Здесь эгита может улучшать характеристики в обмен на сущность души, улучшать снаряжение, оружие, масленки и модули в обмен на материалы. Получать снаряжение, наряды, оружие сходу в обмен на сущность. Понятно. Кто-то ходит, блять. А, или это хуйня так. Ну, прикольно вот эта штука сделана. Улучшение. Тысяча требуется. Ну, это, короче, мы улучшаем с вами... Статы, понятное дело. Ячейка модулей. Не хватает ресурсов. Ключи модулей. Оружие. Здесь мы можем его, я так понимаю, грейдить. Масленка тоже у нас нет ни хрена. Магазин, например. Можно продавать, можно покупать. Ну, ассистенция малой души, которая содержит, ну, вот эти вот ресурсы, я так понимаю. Но сейчас особо нет в них смысла. Вообще... По-хорошему, я могу перекинуться, наверное, на... Я могу переквалифицироваться на эту. На щервяка. Потому что у них общий параметр инженерная хуйня. Единственное, что... Единственное, что у меня параметр стихийная алхимия, блядь. Которые в молоко. Но если так подумать, можно просто взять и переиграть, блядь. С таким же успехом, пока мы в начале. Ну, ладно, давайте, ладно, за стихийку дальше. Может быть, что-то дельное выйдет из этого. Хотя, я уверен, что будет хуета. Уф. Ой, сратая говно, блядь. Так, а как нам карту открыть, хот-гейм? Никак. А, карты у нас и нет, у нас, так сказать. Просто обозначение. Блядь! Блядь! Камера! Да, я не могу нормально... Я не могу нормально это... Вот! Только в первый раз заморозить смог. Видали, сколько надо ударов, блядь? То есть, он почти умер. Ну, говно, говно, говно. Ничего не скажешь, говно. Говнище. Тебе смокину. Этого вообще не стоит. Реально легче было взять какого-нибудь просто дд, блядь, который въебало бы ролил. И всё. Заморозка выгиб перспективы для жирных боссов? Ага, думаешь, будет она там работать заебись, блядь? Это заморозка, чел. На жирных боссах, блядь. Она, я тебе открою секрет, работать там не будет. как-то обычный бывает а без инструмента это не сломать очень слабо я вот думаю стоит ли ролить сейчас перса или что-то поменяется в процессе просто есть вероятность что ничего не поменяется и вся игра будет устроена вот так вот что блять ты на ластхите блять только сможешь подморозить блять и толком никакого от этого вообще блять пользы не будет ну вот блять на ластхите блять эффект только появился ну это какая-то хуйня это и прикол еще в том что это ограничено блять прикиньте по времени эффект ограничен который на оружии и еще заряды у этого блять эффекта есть заряды то есть он кончится эти заряды кончатся на этом оружии что самое забавное блять пиздец нахуя блять когда такое говно это алхимия нахуя блять ее ограничивать так сильно вообще не ясно 31 это заряды алхимии на заряды моего хуйни которые могу зарядить на оружие синие шарики это количество короче блять просто заряды оружия треуголка полиньяк нахуя это дерьмо равновесие сопротивление спалимол и броня то есть что еще пришлось что заморозка будет работать на боссах но я вот не знаю насколько это блять полезно будет я хуй пойми сколько она будет работать на них секунду блять две ну ладно пойдемте я не знаю может я как-то электропизду блять найду прикольную хуй пойми электро выглядит гораздо перспективнее она хотя бы в дд уйдет блять но если она будет тоже на ластхите только эффекты хуярить то конечно бесполезничай ебаный максимально модуль долговечности привет серега привет чатик привет привет бро этот модуль слегка увеличивает здоровье на 20 единиц а это у нас этот модуль слегка ослабляет урон льдом получаемый при мгновенном охлаждении а мы когда мгновенное охлаждение делаем мы хп тратим на это спасибо бель вот оно как работает александрчик не спайм пожалуйста привет так ну блять хуй знает тогда урон льдом так а где у нас охлаждение тебя а не твое нет написано что этот модуль слегка ослабляет урон льдом получаемый при мгновенном охлаждении мгновенное охлаждение когда у меня полностью потрачено стамины и я использую мгновенное охлаждение видим когда я использую мгновенное охлаждение без этого модуля блять я получаю урон а с этим чуть меньше урона вот ну хуйня А вот там мешок, блядь, висит Я как-то могу его, блядь, сбить? Видимо, не сейчас Швейцарские гвардейцы, убитые автоматоном, занявшим их место Одолейте Нестабильный автоматон Да блядь, блядь Да блядь, да блядь, господи, ёбаный, какая хуета, блядь, ёбаный твою мать А, у меня не было этого, всё, стамины Ну, ещё одна проблема этой хуйни, которая типа работает на боссах, блядь У меня просто нет возможности Я вот сейчас пытаюсь, получая урон, подморозить этого чела Но я не могу этого сделать, потому что у меня не хватает тупо стамины Чтобы и уворачиваться, и нахуярить заморозку, настакать А если заморозка не настакивается до конца, она слетает за секунду, блядь, счётчик Вот так вот, нахуй Надо, это, надо, надо рестартиться, блядь, заранее Это очень плохо, блядь На каком-нибудь летгейме, может быть, с охуенно-охуенным оружием, блядь Может быть, но нет Нет, очень плохо Дикая пососная система класса Дико пососич полнейший Так что мы сразу Мы сразу быстренько хуярим Так, ну, короче, здесь не надо выёбываться Здесь надо брать либо защитницу, либо солдата Всё, в целом выёбываться не надо И просто ебашить их Эээ, так, сээээм Ну, этим можно поебалу получать, блядь Давайте, давайте возьмём просто солдата и не будем выёбываться Просто нафейс ролимся, блядь Ну-ка Ну, такой себе дальний бой, конечно понятно нам говорят что мы еще починились но этого делать не будем нормально хули а я не могу не могу уворачиваться после удара даже 1 а и он прерывает бля понял а нихуя себе оказывается без зарядки он тоже ебашит пиздец еще и сталкивает но она конечно медленно ебашит но но дам не дурно блять будет ли бранты не выкупили еще а выкупать и нельзя бранты придется как-то отдельно хуярить я не знаю правда когда же честно сказать а нихуя блять погоди он как-то хуярит дельняком я только что подумал чё у меня заряды висят думаю чё за заряды ебаные а это оказывается дальняя атака ну блять на старте солдат конечно 36 урона правда ну да ну такое хуйня как бы но но по крайней мере мы знаем так ну нам нечего там делать так что может сразу уходить немного конечно кривовато местами игра работает как будто бы а блять друг идет а он не сталкивается не не все сталкиваются то кстати да у некоторых стойкость получше они не это нам кстати надо значит сделать сюда так ну понятно нам не надо гом приезжайте серега для цветы для вас спасибо большое блумери спасибо ну чё как его солдат чат пока что просто dd фейс роллер получше ну тогда есть такое а о это был задний удар я думаю что я сейчас могу так сделать бля какой же медленный вот к этому надо привыкнуть разрывная граната вообще я бы на босса бы применила по угару разрывную гранату интересно такой же предмет будет до такой же так снаряжение треуголка я постоянно путаю так ну давайте ради интереса при разрывную гранату поставим сюда даже интересно как она пынет разрывная а куда у солдата конечно ебанута медленная алебарда блять это дам это грится надо будет ловить момент о может быть мишар энджой с объема тут мешок как думаете модуль долговечности ну вот давайте его возьмем ну-ка не она только перед собой стреляет к сожалению а ну хотя бля я случайно я случайно это пиздец я случайно хилку проебал теперь я буду боссом драться без одной хилки из доме склик что блять там справа слышите а да блять камеру пожалуйста нихуя себе комбайн а стопы ебать блять рейнджа а это реген блять они это ёб твою мать понял зарядиться мне не дадут хорошо я жду регена так как блять у ворот короче один удар и я не могу сделать у ворот то есть она не уворачивается туда если мы делаем удар я вот только после завершения это пиздец вы блять а здесь еще самого начала всю еб твою мать блять а не удар урон кстати урон кстати не наносит блять я смотрю не он не урон не наносится блять от этой хуйни от резкого отогрева такой чувствует на сервис да 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 на сервис пингом 500 рил такое ощущение при игре есть блять это пиздец ты не можешь делать у вороты при ударе вообще никак то есть если ты начал удар никаких у воротов то есть это следить за боссом блять вот 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 просто не попал то есть я не могу сделать у ворот то есть у воротов нет только когда ты не в сражении никаких резких как они называются там блять ты не получишь так что нам ко другого а это не смони не с персонажем с тем тоже самое с алхимиком это такая система у игры а еще из-за того что дерешься с автоматонами этими из этих ручек тонких и так далее ты немного не иногда не понимаешь когда они атакуют то есть низкие движения то есть хуй пойми понимаете да а ты когда мне награду дашь за что тебе дать награду лох блять объясни пожалуйста да блять на норм 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 вот дальше не отвлекай меня щас хуйней тупорыл и пожалуйста блять она и чему же не смешная вообще блять не понял нахуй анимацию от слова совсем блять сейчас мысли блять удар уже был нанесен блять и он мне все равно ебанул ну 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 комбу мы здесь не можем сделать Потому что я не смогу вернуться Да Комбу он сделать не даст даже из двух ударов Мы слишком медленно Да, если я делаю два удара Я получаю урон Как бы вариков нет только по одному удару Текстура Текстура найс блять Обратно на хил Видел эту игру в стиме Хотел поиграть Но она всратая Она дешевая Вот, во Самое лучшее описание этой игры Она ужасно дешевая И эта дешевизна орет просто со всех сторон Так-то это говно, а не игра На самом деле, блять Блять, второй прибежал, блять Опять обратно Надо второго А, второй здесь справа Я с вами сбаню Игра выше Dark Souls или хуже? Ты долбоеб, блять Лох, отъебись ступорылыми вопросами, пожалуйста И Йонг Боров туда же идет, нахуй Пожалуйста, не ебите меня Тупорылыми вопросами Я спрошу, блять Настроения нет для них Че, надо без урона-то пройти Еще из минусов Персонаж безумно не отзывчивый Вообще Вообще Он не отзывчивый Он медленный У тебя геймплей Его скорость ограничена Тем, что ты не можешь уворачиваться В процессе анимации Чем дольше анимация на ударе Тем дольше ты не можешь уворачиваться Все Ну, как бы, блять Не знаю, что сказать А игру любили игрожуры Ну, это занос был, скорее всего, лютейший Как бы, другой причины для этого нет Знаешь, в основное есть Исler 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 К� при этом нейм блять хвост и текстуры блять 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 тексту да блять это пиздец нахуй по одному потому что два мы не можем сделать из-за того что он нас просто ударит можно вот этим типа чуть-чуть усиленным ебануть он больше же бьет да вот этим вот можно попиздить но в любом случае это один удар потому что анимация слишком долго и он на сливом случае ударит на второй удар он успевает ударить если у него перезарядка блять его анимации заканчивается ключи от модулей ну блять я уже знаю что это такое эти ключи от модулей блять блять здесь все это время чел стоял блять я в ахуе блять как игра ну пока ощущается мега дешевой хуйней может быть дальше она будет поинтереснее но пока очень дешевая параша так мощь физический урон урон от особого так а еще у нас здесь энергия множитель крит удара и выносливость понятно так здесь открываем дополнительный модуль так оружие не хватает у нас понятно масленка нет ресурса нужного не знаю прокачать мощь или нет наверное можно было бы качнуться почему нет прокачать мощь до 6 так магазин ты охуел доктор ответил нормально меня послал к хуям так он спросил нормально ли игра блять они лучше ли она дарк соуса долба еб нахуя мне отвечать на тупорылок начал спрашивать нормально ли играть нормальный вопрос он просто пошли игра говно или нет а есть вопрос лучше я дарк соуса наху блять и такие тупые вопросы блять ты сам блять не видишь сравнивает игру с дарк соусом или какими тела мрингом ты ебанутая просто даже не знаю как ну что тебе отвечать на это блять типа мне реально надо ответить лучше ли это игра элден ринга ты угораешь блять новое оружие так а тут что сопротивление огня при производстве от химического арсенала королевской армии сложнее было всего а что он делает то блять а электрическое оружие бросить во врагов чтобы привлечь внимание так ну хорошо у нас что-то второе щит муж щит мушкет ни хуя себе он при этом заряды блять не тратит это ч его за пиздец то есть я был просто стоят в так вот блять и блочить льдом наш так рути death блятье а заряды он тратит на обычную атаку забавно проверим ради интереса. Даже не буду его шотать сейчас. Ну-ка. Но нет, на него не стакается лёд. Вот это, блядь, заморозка, нахуй. Ну, блядь, забавно, конечно, но не знаю, насколько это полезно, но... Это как минимум забавно. Фонарь. Так, там непонятно кто. Ебать, смотри, чел сидит наверху. Так. Так. Плюс шматьё. О, нихуя себе, блядь. Это нормально. Мюсканденская треуголка. Правда, равновесие сопротивление, выносливость... Выносливость ещё и повысим 20. Это нормально для нас. Да и броня жёстко поднимется. Выносливость плюс 7, блядь. Нихуёво. Не, выносливость для нас прям вообще must-have. Нормально, нормально. Вот это подгончик хороший, да. Это мы и одобряем. Так, вот это хуело, бля, ебаная. Он думает, что я его не увидел, блядь. А я его увидел. Вот это, бля, я комбинацию придумал. Пиздец. Блядь, как же вас, да хуя, блядь. Я второго не увидел. Не, это комбинация заебись, когда ты на одного идёшь. Но не на двоих, блядь. А вот добьёт отсюда? Да, никуя себе, блядь. Когти-немезиды. Поиск верного пути. Вы получили компас. Компас можно прикрепить к поиску быстрого доступа, чтобы в момент проверить направление. Бля, вот это немножко душнина. Ээээ. Ну и как это сделать? Где сам компас? А, вот он, компас. Вот это намекает на небольшую душнинскую хуету. Ну ладно. Бля, я случайно охотки, блядь, не той зал. Всё это время. Регены провязал, ну ладно. А вам как игра, ребята? Какой-то Ассасин Крит, блядь. Во-первых, впечатлением. Я вот не понимаю, я могу наверх как-то забраться, блин? Не очень, не очень, хуйня. А почему? Рега прямо за этим лесом. Музыки нет. Кстати, музыки нет. Да, это хорошее замечание. Я что-то даже на него не обратил внимания. На эту ситуацию, да. То, что музыки нет, это и вправду проблема. Она очень хуёвая такая там. На фоне она есть, но она настолько не выделяющаяся и вообще не вс... Ну, нахуй не всралась, что, да. Дженерик Залупа про Боботов и Сулс Дорочильня. Но это явно охуенная игра для Игражура. Мне сеттинг и визуал не нравятся. Согласен, сеттинг хуйня с визуалом тоже. Но у меня даже больше претензий, наверное, к сеттингу, чем к визуалу. Ебать, это что за хуйня, блядь? Чё-то я не понял, а что это было, когда урон не прошёл? Типа в блок поставил или... Просто это выглядело странно. Анимации, визуал хуйня, саунд, моё почтение, такое говно. Но она дешёвая. Я говорю, проблема, у него маленький бюджет, она дешёвая игра. Блядь, не успела. Ты чё, душу подобрал? А, ключ от модуля. Ключ от модуля опять, неплохо. Упреждения нет. Даже когда ты ловишь на удар, это нет смысла. Потому что упреждения нет. От этой хуйни. А что за когти? Нет, это не оружие, я так понимаю, были. Улучшение маслёнки. У вас достаточно материала, чтобы улучшить, ну, это, блядь, потом. А, или это всё-таки оружие были. А, нет, это были всё-таки оружие. Ну-ка. Ну, это на веерную пизду, я так понимаю. Мы играем на тяжёлом оружии. Заблокировано. Ну, типа, прикольно. Не знаю. Блядь! Блядь! Поменяем. Привет, Дэн Торрес. Фальшион и сабля. Так. Это тоже звучит как оружие, да. А как понять, блядь, тяжёлое оружие или нет? Дальняя атака, ураган клинков. Блядь, вот как понять вообще, что для нас? Типа, скейл идёт от мощи. Вот, например, мощи и ловкости у этого. Всё, я понял. A, B, C. А как здесь понять? A, это лучшее наоборот? Или чем... Как? Как? A, если A стоит, это лучшее получается. Ага, понял. То есть, соответственно, вот это E у нас это хуйня ебаная, блядь. Типа, скейл у него будет говёный, я отношу к этому. А, нихуя себе мы ещё и тратим всю эту. Ну-ка. Ну-ка. Блин, надо какое-то пиздатое тяжёлое оружие найти за место ебучей алебарды. Вот о чём скажу. Это было бы, блядь, просто афуенно. Там наверняка есть какое-нибудь пиздатое тяжёлое оружие. Потому что алебарды как тяжёлое оружие, тем более со скейлом каким-то, блядь, от мощи. Каким-то максимально пососным. Какой у неё скейл? Скейл C, по-моему. И вот скажи, игра дешёвка очень. Это проявляется во всём. Разве это её оправдывает? Могли бы они сделать лучше с таким бюджетом? Ну, я не знаю, могли ли они сделать лучше с таким бюджетом. Но, конечно же, бюджет игры это не оправдание. То есть мы всё равно оцениваем финальный продукт. Понимаете, вот мы пользователи. Если этот продукт не бесплатен, и мы за него платим, то нам плевать, сколько в него было вложено денег. То есть миллиард долларов или один миллион долларов. Мне как бы поебать. Я покупаю игру, и я ориентируюсь. Вот я потратил деньги. То есть я должен получить игру, которая мне понравится. То есть это в целом единственный... Без инструмента не сломать. Это, в принципе, единственный ориентир. А могли они сделать лучше? Или не могли с таким бюджетом? Это я уже, знаешь, можно долго разбирать эту ситуацию. То есть как бы на что были потрачены деньги. Проводить глубокий анализ. Там, так сказать, изучать рынок. Чтобы понять, насколько там актуальны или неактуальны потраченные деньги. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все это можно делать, но... Я этим заниматься не хочу, потому что я просто игрок, который заплатил деньги за игру. И как бы я хочу получить игру, которая понравится. Если игра пахнет дешевизмой, блядь, это не мои проблемы. Значит, надо было какой-то другой подход использовать. Может быть, не надо было разрабатывать такую игру, если на нее средств не хватает. Я не знаю. Так, так или иначе, я не понимаю сейчас, куда нам идти. То есть есть проходы, которые я не могу пройти, потому что у меня не хватает этих... У меня нет, нет средств для этого. Сейвиться я здесь не буду, иначе все, все рестнется. Спасибо, Харагуэстов, 17 подарочных, благодарю. Так, чат, ищем, как... Спасибо большое, бро. Ищем чат, как нам пройти. У нас есть несколько проходов, и все проходы не работают. Для одного нужен инструмент, которого нет. А я вроде бы все изучил. А здесь просто проход закрыт, заблокирован. Где-то за робота играет? Да, 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 мы играем за такого андроида, наверное, да? У тебя есть компас? Какая радислокация-то маленькая? Что компас-то? Ну вот он показывает. Да, мы же там были у этой хуйни. А, блядь, все, я не увидел. Спасибо за напоминание про компас. Нет, тогда это прикольный компас. Я знаете, что подумал, что это компас? Просто реально направление показывает, но не и точками, а, типа, примерно, где мы находимся. Там север, юг, еще и что-то. Ну как компас работает, да? Где север, типа? Ой, блядь, а у меня сейв в пизде. Блядь. А тут сейва не дали. Ой, блядь, три удара. Неожиданная хуйня. Два тоже ему опасно давать, блядь. Нормально, блядь. Блядь, что за хуйня? Ну у меня патроны ограничены, конечно. Ладно, хотел его прервать попытаться. Кемпер ебучий. Застрелили, блядь. Так, отправиться в Париж. Нет, подожди. От него, кстати, можно было... А, нет, это эликсир не защиты, а... Там еще откуда он вышел, вроде нычка была. Эту схватку буду помнить веками. Реально говно полное, чат. Разрывная. Бесполезная, правда, от нее урон вообще просто... У него от разрывной гранаты урон в два раза меньше, чем от тычки обычной, самой слабой. Вот, то есть, я вообще не понимаю, нахуя она нужна? То есть, против кого она? Привет, деда, как ты? Да нормально. Как вам, босс, второй? Дом инвалидов, блядь. Ну, наконец-то мы на стрим приехали, блядь. Сабград, да. Лодочница, блядь. Ачивка лодочница. А это второй? Да, это второй был. Блядь, мне дадут тяжелое оружие новые, суки. Оружие набросали, блядь, а ну говно ебаное. Так, а патроны, я думаю, я восстанавливаю тогда же, когда восстанавливаю склянку у сейва. Нам сейв-то здесь дадут, блядь. Нас сейва, как бы, до сих пор не было. Ледяная граната. Ну, это хотя бы статус эффект будет стакать. Которую мы никак не добьем. Потому что нам, в принципе, нечем добивать статус эффект. Так. Улучшения. Во-первых, у нас два ключа модуля. Я могу еще один. У нас один есть, давайте. Я даже прям сразу два открою. Так, оружие. Оружие пока мы улучшить не можем. Масленочка. Улучшено. Две триста у нас есть. Я предлагаю еще жахнуть в мощь. В магазине у нас... В магазине у нас так вот что? Так, купить. А, тут, в принципе, все то же самое продается. Снаряжение. Да то говно. Продажи. Можно продать, на самом деле, нахер. Вот эти вот оружия. Ладно, если не оружие, то... То, что мы не носим, блядь. Вот это можно продать. Потом что? Когти я точно использовать не буду. Это тоже не буду. Поэтому это можно все зацелить. Модули нам нужны. Остальное нам нужно. Так, а что это в магазине у меня пометочка какая-то? Ладно, улучшение. Еще мощь бахнет. Я бы до 10 до 10, блин, мощь бы бахнет. Так, что еще? Теперь. Меня интересуют модули. А точнее. А, я не могу его использовать. Нужен тор... А-а-а-а-а-а. Блин, вот это вот интересная штука. Это я, конечно, не... Это я не учел. Надо было грядануть один из слотов. Блядь. Я почему-то подумал, что они все сначала вставляются... Модули первого уровня, а они вставляют сначала все в этот, ну... Типа, в ячейке первого уровня. Заблокировано. Если поднимусь повыше, то смогу понять, где мастерская А, нихуя себе, блять, нормально Два удара, два удара Ну-ка Ясно Девять мощь, ты вырвыл не ту фракцию, надо было брать викингов Эссенция опять заблокирована, ладно Погоди, погоди Да, здесь типа, блять, ебать, да че, сука, страшно Бляааааа Да пиздец, блять Привет, извиняюсь за то, что перерыв Может потом будет стрим с видосиками Можно посмотреть ролик в честь 20-летия Наруто Перерисовали ключевые моменты Ролик на 9 минут Чатик, привет Ну, может быть, но не обещаю Сейчас я, в любом случае, ничего сохранять не буду Ты зря прислал ссылку с донатом Так что придётся ещё раз напоминать. Ебать, новое говно. А, блядь. Нормально. А, ну, ещё раздражает, что даже от мощных атак, вот этих вот на РТ, блядь, нет упреждения даже у слабых противников. То есть они всё равно продолжают движение. И это при том, что у нас тяжёлое оружие. То есть это немного прямо триггерит, это странно. Это прям, блядь, непонятно наху, ну, как-то въебано, блядь, сделано. Ты говорил, что хочешь поиграть Аван и Дебоши, а когда первый с ним, не знаю. На следующей неделе, наверное. Спасибо большое, Тройбой, за 35 месяцев, привет. Блядь, блядь. Ну, конечно, да, блядь, упреждения же нет, ебаново. Вообще, пиздец, мы вообще похуй на всё. Конопляблика это растет. Блядь, а куда нам идти-то? Расследовать смерть. Так, ну вот как раз нам пойдёмте сюда. Наоборот, в противоположную сторону. О! Парализующая граната. Ну, всё это бесполезней, честно говоря. Это можно в целом, типа, продавать. Формить таким образом эти. Блядь, уёбок. Блядь, ну фуй заряд даст, делать, ясно. была удара это короткий вроде бы нам пожалуйста о бронза кстати говоря для грейда я так понимаю в этой игре вообще мало оружий правильно поэтому нам их дают так вот грейдить то здесь типа как будто бы всего по два по три типа оружия в каждой категории и вот ты как бы выбираешь из этой категории уже там грейдер себе так сказать то что тебе нравится и бегаешь ним всю игру да блять ну и говно воды прошу вот это удалит вашу жажду господи спасибо кем бы вы ни были благослови вас бог возьмите это в качестве благодарности 5 парализующих гранат которые мне нахуй не нужны честно говоря погоди-ка окно сюда я не смогу да мне оттуда имеет смысл прохилиться раз мы а погоди кстати погоди же лутал то чё за хуйня блять понятно меня сагрили щелики а еще не работает эта хуйня а о чё блять мы это уже брали ладно проход вот сюда но он тоже не работает ой блять так окей то есть где-то я не увидел проход пойдем искать часть молоком на любля кстати часть молоком сто лет не пил вроде бы было вкусно а вот здесь я не был бля погоди как так вышло блять второй раз ударил забыл на третий случай регенчика ёбнем о это чё за говно нормальная ринджа блять быстренько он так то что это то 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 жирный был так, там сейчас собаки на меня скоро полезут которые сагрились тогда еще бля, знаете, что мне это напоминает? по атмосфере и так далее, блядь, блатбора по-моему, опять с цепями тут долбоеб бля, да поставили крысу бля, ебать здесь одни эти хуебесы будут блядь, что ли, теперь че-то, блядь, просто я при том, что я прокачан на мощь, блядь я особо не могу нихуя им сделать блядь, нет интересно, за что мы пиздились все это время модуль критические починки здоровье и гид слегка восстанавливается всякий раз, когда вы совершаете критические, при совершении критических атак во время использования этого модуля играл в ладборн? нет, не играл но я знаю эту игру, я видел ее разработчики вдохновились в ладборн и назвали это казуальный бладборн я бы назвал это, блядь, бладборн курильщика, блядь они казуальные здесь казуальный бладборн, блядь это говно бладборн, я не знаю мне кажется, оригинальный бладборн бладборн сам по себе мне кажется, он даже легче будет чем это дерьмо потому что там все заебись работает, блядь и персонаж себя ведет заебато а здесь так все всраты и уебска что сука, блядь какая-то хуйня так, ну опять с этой хуйней пиздится блядь 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 их даже дропа никакого ты, кстати, чай без сахара пьешь заменителем сахара пьем блядь ну это, блядь, жестко достал, блядь как вот он не сложный просто, блядь, долгий из того, что ты нормальный комбу не можешь провести с тяжелым оружием он восстанавливается ну, блядь ты убиваешь его долго потому что тебе важно делать подпички крепкий чай вкусный а заменитель сахара я использую использовал неделю, не понравилось чел, зависит от заменителя сахара они очень разные огненный цеп, блядь, какой-то так я, кстати, забываю после второй оружии о, мастер мощи Си так, чат у нас здесь у нас здесь там еще мастер алхимии у нас здесь заменочка происходит какая-то, блядь, возможная то есть, блядь, Си от этого то же самое Си, Ф но еще Д получается от алхимии ну вот вот может быть как альтернатива почему нет понятно какая-то комба вот такая ни хуя себе, блядь понял а и теперь он как бы, блядь, зарядом хуярит вообще, надо тестировать вон там долбоеб, блядь нууу, как хуярит чат у меня сегодня пришел поздравить только один чел вопрос, нахуя я две кастрюли пельменей приготовил блядь ну это вот не знаю как-то как-то так рассчитал ты же все-таки должен понимать кто там к тебе придет на твой день рождения а кто нет нахуя ты это делал блядь непонятно короче с этим оружием легче ивейдить у него у него этот анимация более быстрая из-за этого ты можешь ивейдиться блядь я у меня не было энергии но опять же комбу нормальную ты с ним не ебнешь а мы почти пришли погоди блядь я хотел другое место пойти это оказывается правильный проход а тут тогда просто стена а понял ты пилы желтые белый чай оба такой желтый и белый чай опять же когда ты пил белый или желтый чай бро это же зависит от чая ну ты пил красный чай он что один типа чай вообще красный даже чай по-моему но неважно короче вопрос такой непонятный а мы можем подрегениться здесь и пойти хуяриться в целом наверное мы так и сделаем вот у нас короткий проход туда есть я предлагаю здесь просто это и пройти так улучшение ну ячейки пока не можем грыдануть мастер мощи до бэ грейдница блять вот давайте цеп грейданем цеп неплохой вроде или подождем еще какое-то оружие силовое че думаете ну мне точно нравится чем больше чем алебарда точно больше чем алебарда просирать на это бронзу или нет давай так магазин продажа снаряжения вот я продаю нахуй блять материалы мы не продаем вот всякую огненную гранату блять парализующую гранату нахуй нам это надо хотя пока можно оставить если что их заебашить блин куда-нибудь в инвентаре у нас есть разрывная граната пока ей парализующую долбанем и огненную пусть будет блять так вот этого ебасоса надо ебануть его забайтит у нас есть камень для этого мы его сейчас так забайтим блять промазал пиздец бля упреждение на него не работает бля пиздец ни на кого блять из них ебаные упреждения не работает как же ему поебать блять как же ему поебать блять ну бля минус две хилки на самом деле дерьмова а смысл о нихуя мюсканденские понятные туфли новые ну давай глянем так новые штаны новые ну короче для нас прямо и новые обувь тоже для нас так мы вообще правильно идем тут типа сливчанский а ну я так понимаю правильно ух какие бархатные тяги да пипец красный макосин помните ебать ебать блять да чё за духота начинается о нет нет еще одна машинка машина он там один а блять да он не один я это забайтил их так минус машины минус собаки как минимум да куда ты заряжаешь то дальше дебил блять жители парижа людовик милости божий божий король франции наваррой заявляет представители третьего сословия устроившие незаконное собрание продолжают призывать людей к мятежу и распространять преступные идеи необходимо было положить конец беспорядкам вызванным генеральным штатами увы некоторые парижане обмануты объявленными вне закона депутатами посчитали нужным взять в руки оружие и выступить против этого справедливого решения чтобы прекратить насилие пришлось принять соответствующие меры вскоре порядок будет будет восстановлен большинство нарушителей арестованы чтобы обеспечить безопасность своих подданных его величество приказывает жителям парижа не выходить из дома пока не то на то не будет особое распоряжение до тех пор в городе действуют следующие правила любой человек замеченный на улице без разрешения будет немедленно убит любой человек подозреваемый в пособничестве преступником будет арестован и допрошен я не могу проматывать текст сам если что кто не понимает да надзор за соблюдением этих правил поручено осуществлять механической армии его величества блять а капсул нет текст сам Так, опять там мудилы этот. Блять, собаки. Ебать. Так, хорошо. Еще один короткий путь, супер. Так, ну если мы здесь зарегенимся, нам придется кого отпиздить? Только собак, по сути? А, собак и огненную ебалу, блять. Блять, какое же говно дают. Огненная граната, блять. Аж защищать не хочется бегать здесь по углам, потому что одну хуйню дропают, блять. Ну, почему нет, блять? Так, я не помню, сюда, блять. Блять. Дам. Не мог увернуться. Не мог увернуться. Не успел. Ну, охуенные бои, конечно, с жирными противниками, просто, блять. Ты ничего не можешь с ними сделать, ни комбуху, ни хуя, тебе надо просто бить по удару, блять. У тебя других вариков, нахуй, на это нет. Потому что ты не можешь уворачиваться во время анимации, соответственно, никаких комбух ты делать не можешь, потому что ты будешь за них сразу же наказан. Даже 10 не успел. Да, я просто пытаюсь сделать какой-нибудь суперудар или еще что-то, чтобы было поинтереснее. Но игра меня за это наказывает. Ну, будем бить по одному удару. Выхода нет никакого. В ударках разве не точно так же? Нет, нет, нет. Там, блять, какие-то здесь, блять, паттерны у противника максимально... Ебаные. Есть противники, где, да, ты... Ну вот, блять, где ты по удару делаешь, блять. Но в Дарке ты можешь увернуться хотя бы, в большинстве случаев, блять. Есть ты не можешь, потому что у тебя есть четкий лог на анимации. У Марио Антонета, конечно, ебать пососный вкус на игры, блять. Она такую говну играет, блять. Это пиздец. Давай еще по удару. Ебаные. 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 Я знаю, а закончился таймер или нет? Сколько там осталось? Посвящение Маркизу де Лафаэту. Месье де. Мне кажется, Мария Антоненко выбирает игры не по качеству, а по этому. Как будто бы ей нравится все вот такое старое времен вот этих долбоебов в париках, блядь. Что первая игра, что такая. Мне кажется, даже на эту игру играла, знаете, максимально легкий режим. Ей просто нравилось ходить по французской этой хуйте, блядь. Ну, скажем так, вот такое ощущение. Вторая игра с одинаковым сеттингом. Вот именно с того времени. Нам Лафаэт прикажет, мы ренимся вперед. К нему вызывает каждый, Париж Маркиза ждет. Один полка не стоит, и если близок бой, нас враг не беспокоит. На страже наш герой. Напечатано в Париже гражданином Мамора. Цена 3... День. Нет? Блядь, ну ладно, это совпадение, значит, хорошо. А, во, кстати, реально интересно. Мария Антуанета. А вот тебе чем игра понравилась? Ты закончил, Роганарёв? Нет, я не собираюсь. Как-то похуй стал на него уже. Так, стоп, это обратно. А вот и инструмент, так понимаю. А, нет. Такие инструмент нам не дали. Я думаю, молот это и будет инструмент. Для меня, как первый соус, он легкий. Вот и решил попробовать. Так, ну понятно, понравилось-то почему. Оно же, игра же, ну, дешевое говно. Так, наверное, хуже прошлой части, а нет, не хуже. Ой, блядь. Понятно, блядь. Че там за модуль? А, ну, второй нужен. Эффективно зарядить. Так, модуль умеренно увеличивает физический урон после заряженных атак. А первый соус легкий? Можно я введу, что это ее первый соус лайк- Эм- Нет, первый соус нелегкий. Он, блядь, сратый максимально. Из-за этого он неприятно. Неприятную сложность имеет. Блядь! и здесь на нас долго блять это хуйня висит я ебал я ебал спасибо альтрон не понял это короткий проход или ладно непонятно спасибо за пожалуй спасибо что за ее подарочные врубай так хуярте голосу течет душно игра очень но потому что как правильно ответили нет никакой музыки на фоне вообще ну какой то есть во первых сюжет хуйня блять те на него посрать вообще с этим дерьмо игра еще дешевая пиздос тоже не было интересно проходить дальше в рпг ресурсы никогда не играла раньше по отзыву слышала легкая игра но все это разно сейчас загружу что-нибудь получше блять интересно проходить дальше было нихуя себе блять ну это интересное мнение конечно насколько же вкусы различаются у людей потому что я и вообще не вижу ничего интересного блять бля мария антуанета чё это пизде блять ну вот просто посмотрите мария антуанета если клик кликаем на нее аватарка бэкграунд ну да это просто совпадение конечно все эти трифа это просто бля ебучие совпадение нахуй и твоя аватарка с бэкграунд тоже блядское совпадение бля я же говорю ощущение как будто тебе блять нравится эта хуйня вот это вот мир блять а ну и да кстати мария антуанета никто французской королевы кстати действительно блять так ладно давайте 4 5 от чата пусть будет пока 5 из 10 окей начало игры там блять может сейчас как-то разъебашится хуй пойми пиздец